Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня обозначил тему эфира, звучит так, что Назарбаев не оставил народу выбора. Для тех, кто все еще считает, что именно Такаев, тот самый человек, обладает статусом президента и рулит страной, это название, по сути дела, показывает в реальность, а реальность такова, что именно Назарбаев рулит страной. На прошлой неделе Назарбаев разразился серией интервью, кучей выступлений, ну и он там такие фразы сказал, да, он ключевые вопросы Такаев согласовывает Советом национальной безопасности, ну да, я там председатель, говорит Назарбаев, но там же члены правительства и вообще уважаемые люди сидят, не я один принимаю решение. Ну давайте вспомним, кто входит в Совет национальной безопасности, которому председатель. В Совет национальной безопасности входит председатель Сената, а кто председатель? Его дочь, дорога Назарбаева. В Совет национальной безопасности входит председатель Мажилиса, а кто это такой Нигматуллин? Его, конечно же, назначает Назарбаев, потому что Мажилис и Сенат полностью контролируют лично Назарбаев, как глава партии Нур-Атан, а список мажилисменов формирует партию Нур-Атан, соответственно и председатель Мажилиса тоже формируется и назначается Назарбаевым. Итак, председатель Сената, его дочь, председатель Мажилиса Нигматуллин, это его назначенец. Соответственно, по тем законам, которые сейчас в нашей стране существуют, написано, что все ключевые назначения на должность министра, вакимов и так далее, все согласовывается с Советом национальной безопасности. Ну, а в Совет национальной безопасности входит кто? Министр внутренних дел, представитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, тоже назначенец Назарбаева, и друг Тимура Кулебаева, зятя Назарбаева. Ну и там Касымов сидит, бывший министр внутренних дел, помощником у Назарбаева в Совете национальной безопасности, соответственно, министр внутренних дел тоже согласовывается, назначается, Сами понимаете, кем Назарбаев. И вот он лицемерно заявляет, что да, мы советуем, да, мы согласовываем, но я же не один. Там же нас много, государственные деятели. Вы видите, что государственные деятели, его дочь, его родственники, его близкие люди. И поэтому ни у кого не должно быть иллюзии, что Такаев, он просто номинальная фигура, которая выполняет указания Назарбаева. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений. И, кстати, он там заявлял на прошлой неделе, что вот некие там люди, живущие за рубежом, вносят раскол, пытаются убедить о двоевластии. Я никогда не говорил о двоевластии. Всегда была моя позиция простая и ясная. Страной рулит Назарбаев. Если кто-то вам рассказывает о некой библиотеке, откуда идут какие-то действия, намекая на Назарбаева, не верьте этому, нет никакой библиотеки, все это ерунда. Есть Назарбаев, который рулит всей страной, якобы отдав позицию должности президента. И он сейчас сел на невыборную должность, внес в конституцию поправки, где он ельбасы и всем рулит, продолжает. При этом его никто не избирает, он себя назначил пожизненно. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзий. То есть, по сути дела, и президент, и министры, и акима областей, и судьи, также продолжает назначаться именно Нурсултан Назарбаев. Ни у кого не должно быть иллюзий. Итак, сейчас я хотел бы поговорить о праве выбора нашего народа, вообще, собственно, нашего государства. Есть ли у нас право выбора? Сейчас анализируешь показания многих свидетелей, которые жили в Суаре, уйгуров, казахов, технических меньшинств. Они говорят, что где-то приблизительно в 15-16 году все начало стремительно меняться. За то, что их родственники находились за рубежом, в том же Казахстане. Там список стран есть, так называемых, запрещенных посещений, к которым, кстати говоря, относится и Казахстан. Для граждан Китая. То есть, тебя неожиданно могли задержать, отправить в некие лагеря по перевоспитанию. У вас же так принудительно отбирают детей. И за отдельные слова, иншаллах, вы попадаете в лагеря перевоспитания. Если в вашем телефоне есть WhatsApp, внимание, я прошу ваше внимание это обратить, то вы автоматически попадаете в лагеря перевоспитания. Где? Сейчас это уже общеизвестно. Трибунал ООН вынес решение по Китау, что там идут пытки, там убивают людей, там у живых людей отбирают внутренние органы. И фактов сейчас уже тысячи и тысячи и тысячи. О том, что идут фактически этнические чистки и плюс преследования по вероисповеданию. И вот уйгуры, казахи, которые тысячелетиями проживали на этой территории, они фактически были всегда хозяевом этой земли, приблизительно несколько лет назад вдруг поняли, что все изменилось. Вы понимаете, да, что такие вещи в один день не происходят. То есть центральное китайское правительство тщательно готовило всю ситуацию, которую сейчас мы наблюдаем в Суаре. И главой Суара стал человек, который был в Тибете. Как вы знаете, в Тибете массирное шло подавление прав и свобод жителей Тибета. И много по этому поводу было публикаций. И через какое-то время вся эта машина начала работать и действовать на территории Суар. Если вчера жители Суар могли сказать о том, что в принципе все нормально, они живут, развиваются, то приблизительно несколько лет назад они стали жертвами произвола со стороны китайских властей. И сейчас там просто Суар превращен в конструкционный лагерь. Когда любое перемещение из одного района города в другой район, специальные шлагбаумы, специальное сканирование личности, глаза, внешности, документов. То есть сейчас информации такой очень много. В репортаже есть зарубежных различных изданий, журналистов, видео. Весь интернет уже фактически забит. И мы сейчас можем говорить уже не просто о каких-то разговорах, а уже о реальных фактах. Так вот, я хочу ваше внимание обратить, что нынешние беженцы из Китая, казахи, уйгуры, рассказывают, как все это происходило. Что вот они жили, и потом раз-раз-раз начало меняться ситуация, через несколько лет все поменялось. Никто им никакого выбора не давал. И вот, собственно, сейчас мы точно знаем, что пытки, убийства, женщин в этих лагерях насилуют. Есть масса свидетельских показаний. И когда Вашингтон-Пост опубликовал статью «Показания Казашки и Синьцзяня», в которой подробно все это рассказывало Госдепартамент США, нынешний руководитель Госдепартамента Помпео делал заявление, то мы видим, как Китай говорит, что нет, это неправда. Идите, докажите. Даже вот нынешний посол в Казахстане, Китае, в Твиттере распространяет разные заявления, что все это ложь, что идите, американцы, смотрите у себя. У вас там, что называется, людей линчуют. И это при том, что таких свидетельств десятки тысячи. Разные фонды существуют, которые защищают репрессированных людей. Они присутствуют в Казахстане, в Европе, в Турции, во многих странах мира, в Америке. И таких свидетельствий показаний очень много. Но, тем не менее, китайские власти отрицают. Дело в том, что нынешняя китайская власть заявляет, что они будут строить один великий пояс. И в этом поясе будет находиться и Казахстан, Центрально-Азиатские республики, Пакистан. То есть, так называемый Великий Шелковый Путь. Один пояс, один путь. Как вы видите, этот путь очень кровавый. И не случайно уже китайский трибунал уже сказал, что это геноцид, это преступление против человечества. То есть, мы фактически вместе с китайцами, вместе с китайским правительством будем строить кровавый путь. И нас никто об этом не спрашивал. Нас никто не спрашивал, когда в нашей стране Назарбаев принял решение построить якобы какие-то заводы, 55 заводов. Притом, самое удивительное, что существует много выступлений Назарбаева по этому поводу. Они в открытом доступе. Члены правительства умудряются сказать, что вы не так поняли. Мы, в смысле, там ничто не поняли. Что заводов не будет? Нет. Назарбаев опять на прошлой неделе в своих выступлениях сказал, что заводы будут. Посол в Казахстане, посол Китая, Джан Сяо, тоже заявил о неких 27 миллиардах. То есть, вы видите, какие противоречия. То есть, члены правительства говорят, что вы не так поняли. А тут вот, собственно, сам Назарбаев и посол заявляют, нет, все в порядке, все будет двигаться и заводы будут. Но разве у вас кто-то спросил? Разве у граждан Казахстана спросили, когда приграничные земли отрезали, безвозмездно передали Китаю? Разве, когда китайский язык интегрируют в систему образования? Мы сейчас видим массу примеров в Алма-Ате, в Уральске, во многих городах нашей страны, как идет методичная интеграция китайского языка в учебные заведения. Да, никто не возражает против китайского языка. Я сразу говорю, что я не являюсь сенофобом, нет такого негативного отношения лично к китайцам, они такие же люди, как мы. Но я четко акцентирую, это очень агрессивная политика, именно политической верхушки Китая. Но если сравнивать его с Казахстаном, мы же не можем говорить, что весь народ, как Назарбаев, богатый и счастливый. Мы же не можем сказать, что весь народ такой подлый, грязный, что и мафиозный, как Назарбаев. Нет, мы знаем, что у нас так себя ведет именно политическая верхушка. И то же самое можно сказать об авторитарной стране, как и Китае, что это агрессивная политическая верхушка. Договорилась с нашей мафиозной политической верхушкой, и не спрашивая нас, в нашу страну, сейчас интегрируют какие-то заводы, фабрики, отдают какие-то земли. В Восточном Казахстане активисты пытались пойти разобраться в Курчумском районе, что за земли. Их никто никуда не пустил. Вы понимаете, да, что у нашего народа никто ничего не спрашивает. И когда говорится о выборах, о праве выбора, его у нас нет. Давайте поймем, если мы действительно говорим о независимости нашей страны, если мы говорим, что мы имеем государственность, наше мнение что-то значит, давайте поймем, где оно значит. Для того, чтобы реализовать свои политические права, влиять на развитие государства, влиять на все ключевые вопросы развития нашей страны, у нас должна быть возможность влиять на своих представителей в парламенте, во власти. Мы должны иметь возможность выбирать Акимов, тогда мы знаем, что этот Аким будет проводить нашу линию. Мы должны иметь право выбирать президента страны. Вот, собственно, это легальная возможность вам, как гражданину Казахстана, влиять на развитие нашей страны и говорить нет китайским, так называемым, 55-ти заводам, нет, мы не дадим китайцам землю, нет, нам не нужен кровавый пояс, который рекламирует глава Китая Инна Зарбаев. Зачем нам это? У нас много возникает вопросов, зачем? И в любой демократической стране у гражданина есть возможность и право участвовать в политической жизни, легальной политической жизни, бороться, отстаивать свою позицию и добиваться именно того курса, который считает правильным народом. Как вы видите, курс, который взял Назарбаев, он вообще для нас непонятен. Он понятен только с точки зрения того, что каждый день ваша жизнь ухудшается, цены растут, у вас нет никаких прав, прав, полиция беспредельничает, у вас вообще нет никакого права голоса, судебная система вся коррумпирована, она подчиняется этой политической верхушке. Вот это вы видите. Но вы не видите, как же вы можете изменить эту жизнь, как вы можете добиться, чтобы вы получали достойную заработную плату, чтобы матери могли действительно смотреть за своими детьми и получать достойную пособие, которое позволяет им нормально жить. В любом государстве у каждого гражданина есть возможность влиять на принятие решения. В любом государстве демократическом, если народ считает недостаточно инструментов, или он не хочет ждать 4 лет до следующих выборов, у него есть право на митинг, на акцию, на пикет. Давайте поймем мы, какие права есть у наших граждан. Итак, давайте мы поймем, можем ли мы выбирать президента. Да, мы можем формально, но вы все прекрасно знаете, что Центральная избирательная комиссия, которая подсчитывает голоса по всей стране, она состоит из людей, назначенных лично Назарбаеву. Председатель Центральной избирательной комиссии, его родственник, дочь Берек Ямашева, вышла замуж за сына Дориги Назарбаева. Председатель Центральной избирательной комиссии, это креатура, назначенная Назарбаеву. Члены этой комиссии тоже. Все региональные представители тоже назначаются через Маслихатой, которая является представителем партии Нур-Отан. И, по сути дела, так называемая структура Центральной избирательной комиссии, которая считает голоса, она вся подконтрольна, кому? Насултан Назарбаеву. И вы все прекрасно знаете, что наши доблестные учителя участвуют в подделке этих бюллетеней. Вы прекрасно знаете, что кандидат в президенты не допускается разным способом, преследуется еще что-то, говорит якобы, что не знание языка. Тысячу способов, но реальные кандидаты не могут допускаться на выборы президента и побеждает тот, который определил у себя в кабинете Нур-Отан Назарбаев, как Такаев признался, что еще более трех лет назад Назарбаев сказал, ты будешь президентом, и он собственно стал. Хотя вы все знаете, что он не избранный народом президент. Итак, должность президента, вы понимаете, что вы не можете назначить своего президента, не можете голосовать, все подписи фальсифицируются, силком людей загоняет на выборные участки избирательные, и народ кидает туда бюллетени, зная заранее, что их подделает. Вот, должность президента, получается, никак вы не можете повлиять. Дальше, давайте поймем, по парламенту, парламент принимает законы разные, казалось бы, легальным путем вы можете поучаствовать в выборе депутатов, которые будут выполнять вашу волю избирателя, но кто имеет право бороться за места в парламенте? Только политические партии. Политические партии регистрируются только провластные, все партии, которые каким-то образом получают статус оппонентов власти, они не регистрируются, лидеры сажаются в тюрьму, придумываются тысячу причин и не регистрируются. Мы политическое движение, демократический выбор Казахстана, даже не успели подать документы на регистрацию, ее сразу запретили, объявили экстремистские. Таких примеров много. Если вы начнете говорить, что есть какие-то оппозиционные партии типа ОСДП, это все, вы знаете, ерунда полная. Так же, как был подставной кандидат Кусанов, так же это подставная партия власти, которая просто появляется в период выборов, промежутки скандалов, кто-то кому-то деньги дал, кто-то от комитета национальной безопасности получил деньги. Более того, там сидят интегрированные агенты КНБ, которые управляют всеми процессами в этой партии. Нет партии. То есть, все партии власти. Более того, вы персонально не избираете депутата, вы голосуете за партии. И вот, когда начинаются выборы в парламент, вы голосуете за партию Нур-Атан, вас силы заставляет. И вы не знаете, что там за люди. Они могут как вывеска их там какое-то количество людей повесить, но потом из этой, этот список Нурсулан Назарбаев как председатель партии может убрать их, поставить других. Тоже членов партии Нур-Атан. Поэтому, даже проголосовав за какое-то конкретное лицо, казалось бы, для вас, но вы на самом деле голосуете за партию Нур-Атан, это лицо ничего не решает, потому что он, если будет не лоялен к Назарбаеву, он быстро убирается и заменяется другим членом партии Нур-Атан. И так, получается, что партии невозможно зарегистрировать, которые участвуют в выборах. Они не могут менять законы или вносить новые законы на обсуждение в парламент, потому что все партии Назарбаева. Партия Акжол, так называемая, это его отдел, это подставная партия. Партия КНПК, якобы коммунистическая партия, на самом деле она коммунист никакого отношения не имеет. Все эти партии финансируются из бюджета страны. Там руководит КНПК более 80 лет, по-моему, и он сидит на содержании у султана Назарбаева. Итак, партия у вас возможность повлиять нет никакой. Сенаторы тоже назначаются указом Назарбаева 15 человек или нынешний там Такаев может назначить. Остальные сенаторы из 49 человек они идут через Маслихаты, которые опять же местные парламенты выбираются, назначаются из числа партии Нуратан, потому что только она может участвовать на выборах. Все остальные партии ликвидируются. Итак, получается, все те, кто говорит, а давайте создадим партию с неким названием, вы заранее должны знать. Сейчас какие-то партии создают с названием Республика, там где-то куда-то ездят люди, все должны знать. Это партии власти, они имитируют процесс партийной борьбы. Значит, что партии вы тоже не можете ни выбирать, ни избирать, никак не участвовать в политической жизни, вы не можете стать депутатом, если вы не станете членом партии Нуратан, и опять же, вас никто не назначит депутатом, потому что Назарбаев скажет, я этого парня не знаю, или эту женщину, насколько он мне предан, и будет назначать только своих преданных людей. Итак, что мы видим? Президента вы не можете избирать, парламент вы не можете избирать. Вы прекрасно знаете, что Акимов областей назначает Нурсултан Назарбаев. Казалось бы, вы можете поучаствовать в изменении экономической и политической ситуации в своем регионе, поучаствовать в борьбе на выборах за своего Акима. Неважно, города, район и так далее, но вы все прекрасно знаете, что всех Акимов на всех уровнях назначает кто президент страны, ну по сути Назарбаев, потому что он согласовывает эти позиции. Итак, получается, местную власть вы не можете избрать. Там вам возможность проявить себя, чтобы вас слышали нет. Ну хорошо, давайте подумаем, а может ли вы прийти правительство и каким-то образом оттуда повлиять на принятие решения. Нет, потому что их тоже назначает министров Нурсултан Назарбаев. Подписывает Такаев по согласованию с председателем Совета национальной безопасности. Итак, что правительства нет, судьи, кстати говоря, тоже назначает Назарбаев, Акимы тоже Назарбаев, парламент Назарбаев, все, уважаемые друзья, нет вообще никакой возможности повлиять на принятие решения, более того, вас никто не слышит, вы не можете участвовать, повлиять на принятие того или иного решения, вот будем мы строить с китайцами один поезд кровавый или нет, вы не можете, потому что решает все один человек, тогда что у нас остается, есть еще следующие инструменты, это митинги, акции, пикеты и все прочее, да, и еще очень важный момент, есть такой так называемый референдум, вот в Швейцарии например, по любому поводу проводят референдум, нужен мост через озеро, референдум всей страны, очень быстро делается, нет, они решают нет и все ничего нет, ну хорошо, давайте мы поймем как нам провести референдум, в соответствии с законодательством референдум, принять решение о том, что провести референдум может только президент страны, ну считайте, что это именно Назарбаев, потому что президент страны это на поводке мебель сидит, а на поводочке его дергает Назарбаев, то есть получается не вы принимаете решение о том, что нужно провести референдум, и итоги референдума станут как бы законом для исполнительной власти, для всех, решает кто Назарбаев, это в законе написано, это в конституции и все прочее, но у вас есть инициатива, вы можете собрать 200 тысяч голосов по какому-то вопросу, прийти, положить на стол Назарбаева, сказать, вот мы хотим, чтобы ты инициировал референдум, не то, чтобы ты принял решение, а чтобы ты инициировал референдум, и центральная избирательная комиссия затем наблюдает, как активные граждане проводят референдум, право на то, чтобы инициировать референдум, обратиться президенту страны имеет право правительство и парламент, как вы понимаете, правительство полностью под контролем Назарбаеву, парламент полностью под контролем Назарбаеву, Поэтому они это делать не будут. Хорошо. Теперь, допустим, некие граждане собирают 200 тысяч подписей. Это очень сложная задача, которая требует серьезного финансирования. Агитаторы должны ездить по стране, они должны ездить по каждому областному центру, убеждать людей, собирать, делать сходку, убеждать, что ту или иную идею надо продвинуть. Вы понимаете, по всей нашей стране это, чтобы ездить, какие нужны материальные затраты. Жить в гостиницах, иметь машины, оплачивать бензин, выпускать рекламную продукцию, типографию, телефонные разговоры, самолеты. Это серьезные затраты. И вот представьте себе, что сейчас собралась некая группа инициативная, в котором присутствует, например, сенатор бывший Баталова, Жандосова, Фатима, которые живут в Испании и там ряд неких лиц. И вот они сейчас говорят, что давайте сбор подписей сделаем 200 тысяч и обратимся к президенту, чтобы он провел референдум. Референдум, чтобы какие вопросы решить? Изменить закон о выборах, закон о партиях и так далее. Откуда у этих людей такие средства, чтобы все эти расходы покрыть? Как вы понимаете, эти люди не обладают средствами. Эти средства обеспечивает кто? Режим. Для чего? Для того, чтобы вы создали видимость, что вы участвуете в политической жизни страны. Собственно, как было с Касановым. Многие из вас же пошли на выборы, выходили, агитировали, были какие-то наблюдатели. Такой шел процесс, потом шик, раз и Касанов сказал, я поддерживаю, такая его поздравлять с победой. То есть, вы же помните, сотни тысяч, миллион людей испытали колоссальное разочарование, называли Касанова предателями и все прочее. То есть, вас обманули. Ну, вы, да, выделили энергию, что называется, согрелись. Но ваше слово, ваше право выбора просто было выброшено в урну ценой дискретации Касанова. Ну, таких Касановых они могут наплодить сколько угодно. Вот теперь некие люди, не имея никаких средств, инициируют референдум по всей стране. Ну, хорошо, допустим, потратили деньги, собрали 200 тысяч подписей, 200 тысяч подписей собрали. Но, опять же, это должно происходить под контролем Центральной избирательной комиссии, где родственники Назарбаева, где все его представители. Ну, вы понимаете, что Центральная избирательная комиссия обязательно скажет следующее, что вот какие-то пару тысяч человек, оказывается, подписи не настоящие. Так было в Москве, в августе шли процессы, когда Мосгордума, счетные комитеты и так далее, которые считают голоса, они сказали, нет, эти подписи фальшивые. Люди приходили туда и говорили, да нет, вот моя подпись, мы говорили, нет, мы тебя не знаем. Да вот смотрите, это моя подпись, мы говорили, нет, отойди в сторону. Подписи фальшивые, все, мы не допускаем кандидатов. То есть, вы понимаете, что Центральная избирательная комиссия так сделает. Хорошо, пусть она так не сделает, подписи соберутся, 200 тысяч, теперь эти подписи приходят, кладутся на стол президенту страны. Президент страны так посидит, подумает, нет, ну какие тут могут быть разговоры, никакого референдума не проводим. И пшик. И получается, что полгода, там сотни тысяч людей будут вовлечены, там создавать видимость, что они там собираются изменить какую-то ситуацию в нашей стране. И вот на одном щелчке или цик тебя режет, или сам президент говорит, не-не, мы не будем. И все, нет референдума. То есть, получается, что у нас нет никакого выбора, у нас нет никакой возможности повлиять на принятие политических решений. То есть, президента страны вы не избираете, депутатов парламент вы не избираете, референдум провести не можете, Акимов областей, районов, городов не избираете. Вообще ничего вас это власть не принимает, не слышит. Что делать? Мы тут видим, что тут кровавый китайский поезд строит, мы видим какие-то заводы, мы видим, что страна бедствует, мы видим девальвации, мы видим, цены растут. А у граждан нет никакой возможности повлиять на эти события. То есть, мы в роли статистов, а все, кто возмущается, их этот режим преследует, упаковывает тюрьмы или убивает на худой конец. И получается, что у нас нет никакой возможности изменить свою жизнь. Да, верхушка политическая богатеет, покупает в Швейцарии на сотни миллионов долларов дома. Вы знаете, они миллиардеры официальные, первые все списки, это султана Назарбаева, дети, внуки, зитя и все прочее, все занимает. Вы видите, на ваших глазах строят дворцы они, эти чиновники. Вы все это знаете, это ни для кого не секрет. И когда они говорят, денег нет, вы видите, что деньги, они вот как грибы, вот из-под ваших ног вылезают, куда-то утекают, они строят себе дворцы и все прочее, на дорогих машинах ездят, на звезд на миллионы долларов покупают. То есть, у них деньги есть, это у вас нет денег. То есть, вы не можете изменить эту ситуацию никак. Ну, тогда у нас остается один единственный ресурс, митинги. Но, вы знаете, до последнего момента, не то что митинги, пикеты были запрещены. Еще в мае месяце человек выходил в Уральске с пустым плакатом, его задерживала полиция. Девушки выходили и изображали на фотографии, что они стоят с плакатом, просто изображали, их просто тоже задерживали полицейские. Это было вот несколько месяцев назад. Но мы, демократические движения ДВК, организовывали митинги, не спрашивали разрешения у этой власти, потому что существует соглашение международное, и они по статусу выше, чем все внутренние документы, внутренние законы. Это прописано в Конституции Казахстана, в котором говорится, все международные договора по своему статусу выше, чем внутренние законы. Так вот, международные договора говорят, у вас есть право выйти на митинг, у вас есть право выйти на пикет и не спрашивать никакого разрешения. И вот власть, тем не менее, нарушала международные договора, нарушала нормы Конституции. Все время, якобы, вам нужно получить разрешение, вы знаете, эти разрешения никто не получал. Вот в последнее время только получили провластные партии Нур-Атан и какие-то движения, которые прямо связаны с этой властью. То есть, получается, у вас отняли последнее право, право выходить на митинги, на пикет и так далее. Но мы отвоевали, сейчас люди на пикеты выходят, и власть терпит сквозь зубы, молчит, ничего не делает. Теперь вопрос стоит о митингах. То есть, мы, тем не менее, эти митинги проводим. Почему проводим? Потому что это единственный инструмент влияния на власть. Потому что мы проводили эти митинги, вы знаете, подкорректировали заработную плату. Вы знаете, ипотечная программа даже появилась. Раньше вы платили ставки, высокие процентные ставки и так далее. Сейчас Назарбаев объявил программу процентная ставка. 7 годовых, первоначальный взнос 20% и на 25 лет. И даже эта программа была нереализуема, потому что у людей просто не было денег. Откуда взять 20% первоначальный взнос? И тут власть пошла на следующий шаг. Акимы областей сделали некие сертификаты, которые они малообеспеченным людям по миллион тенге могли за них внести взнос. И таким образом, какое-то количество людей, всего лишь несколько тысяч по всей стране сумели в эту программу попасть. То есть, опять же, эта ипотечная программа, даже этот режим сделал льготные условия, тоже не сработал. Ну вот, последние инициативы, вы знаете. В результате наших давлений власть начала использовать так называемую адресную социальную помощь, которая двигается плохо, но что-то хоть есть. Вы знаете, что эта власть объявила о списании кредитов на каждого человека со штрафом где-то порядка 300 тысяч тенге. Они заявляют, что в эту программу попало 500 тысяч человек. Но раньше ведь этого не было. Это появилось именно в результате нашего активного наступления на эту власть. Вы знаете, что власть напугана, боится, что народ сметет этот режим. И сейчас полиция получает дополнительное финансирование. Не вы получаете, не распределяются деньги по виде социальной помощи, а именно полиция, чтобы она охраняла этот режим. Ну и хорошо. Пусть даже будет так. Но это все произошло вследствие нашей политической активности, выхода людей на эти акции протеста. То есть мы можем сказать, что именно митинги, последний инструмент, который у нас никто не может отобрать, потому что это ваше безусловное право сказать свое мнение, выйти на улицу, выйти с протестом, эта власть у вас не может отобрать. И это единственный инструмент, как повлиять на эту власть. Это единственный инструмент, чтобы остановить это так называемое строительство кровавого пути, которое называют китайцы один пояс, один путь. Это кровавый путь. Вы знаете, что там происходит в Суар. Сейчас миллионы фактов на эту тему. Вы знаете, что в нашу страну приходят китайские заводы. Я знаю, что основная часть населения против. И мы имеем единственный инструмент влияния на эту власть в митинге. И это очень эффективный способ. Поэтому, когда кто-то говорит, что митинги бесполезны, они ошибаются, потому что именно митинги меняют контуры нашей страны. Именно митинги позволяют этой власти услышать вас. Более того, именно через митинги мы можем добиться смены режима, как это произошло в Армении. Мы знаем сейчас бывшего майора в отставке МВД Жунусова задержали в Талагургане за то, что он делал репосты, за то, что он сказал «шалкет». И когда судья прямо спросил, вы кого имеете в виду, он четко сказал «я имею в виду Назарбаев, Назарбаев кет-сен-деды». Поэтому вы видите, наши люди поднимают голову, открыто двигаются, выражают свой протест. И именно в результате этого будут и происходят эти изменения. Власть нам не оставила выбора. Назарбаев нам не оставил никакого выбора. И когда кто-то считает, что митинги не помогают, они ошибаются, во-первых. Во-вторых, мы уже много раз озвучивали, результаты мы достигнем, когда выйдет 3,5-5% населения. Это от 500 тысяч до 1 миллиона. Это по всей стране. Меня спрашивают, откуда вы взяли эти 3,5%? Почему вы решили, что это приведет к изменениям? Я хочу сказать, это научно обоснованный факт. А это результат анализа всех авторитарных систем. И, как правило, 3,5-5% населения, если выходит массово на улицы, то режимы просто меняются. Поэтому, уважаемые друзья, 26 октября мы призываем вас в 14 часов выйти на митинг в своем городе. Если у вас есть возможность, конечно, приезжайте в Астану или в Алма-Ату, где, как правило, митинги там более многочисленные. Но мы организовываем митинги по всей стране. По всей стране. И надо понимать, что не будет возможности у десятков тысяч людей приехать в Алма-Ату или в Астану. Делайте и участвуйте именно в своих городах. Потому что митинг – единственный инструмент влияния на власть. Митинг – единственный инструмент смены этого политического режима, этого воровского режима, который 30 лет пьет кровь у нашей страны. И теперь мы находимся в опасной ситуации. Совсем несколько лет назад наши соотечественники, которые жили в Суар, они даже не предполагали, как эта жизнь у них за несколько лет стремительно изменится. Если в 2015 году они еще себя не ощущали, вот так, как в концлагере, буквально за последние несколько лет произошли стремительные изменения. Блок-посты, видеокамеры, концлагеря и так далее. Вы совсем недавно тоже не знали, что эта власть делает, какие проекты реализовывать с Китаем. В 2016 году люди выходили на акции протеста, требовали, чтобы земля не отдавалась Китаю. Вроде Назарбаев объявил мораторию, но посмотрите, что происходит. Он шаг за шагом двигается, эти проекты двигаются, он реализовывает. Там мы видим, что колоссальные пытки, мы видим, что Суар кардинально изменился. И теперь нам говорят, что это наша судьба, это наш путь, учите китайский, давайте вместе будем строить единый пояс. Я хочу сказать, кровавый пояс. Поэтому, уважаемые друзья, когда кто-то ищет выход, кто-то говорит, что вам поможет ООН, голубые каски и там все прочее, я всегда говорю, это наша страна. В нашей стране мы сами должны наводить порядок. Это ваше, когда жилье, ваши квартиры, вы не выглядываете в окно и не кричите, сосед, приди у меня, почисти мою квартиру, или сосед, приди меня накорми. Так и здесь. Это наша страна, только мы сами можем изменить ситуацию в нашей стране, повлиять на власть, сменить этот режим. И Назарбаев нам не оставил выбора. У нас только один, единственный инструмент влияния на власть. Один инструмент, чтобы мы могли действительно сделать так, чтобы наш голос был услышан, это митинги, это инструмент смен режима, это инструмент влияния на власть, это инструмент, чтобы именно народ стал источником власти, как написано в нашей Конституции. Поэтому, уважаемые друзья, 26 октября, 14.00, мы призываем вас выйти на общемасштабный всеказахстанский митинг. Нет экспансии Китая. Свободу политическим заключенным. Свободу нашей стране. Свободу выбора. Алга, Казахстан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...